Все как в жизни, но в безопасном пространстве. Так можно охарактеризовать настольные игры для детей. 6 декабря в Морозовской школе Омского района ученики средних и старших классов сразились за звание победителя в чемпионате по настольным играм. Пока за одним столом игроки выстраивали экономическую стратегию в монополии, за другим захватывали вражеские земли, объединялись в союзы и сражались за власть в «Игре престолов». Еще неподалеку обычные школьники возглавляли шпионскую организацию и ловили тайных агентов в игре кодовые имена. Надо держать бомбу, пока она не взорвется, надо придумать слово. И если не успеешь сказать слово, когда бомбу взорвется, ты проиграешь. Ты взорвался уже? Нет. Мне эта игра, я в первый раз ее вижу, но я думаю, что она интересная, я только что в нее играю. Скажи, пожалуйста, во что вы играете и какие здесь правила? Сложные, наверное? Ну, монополия. Правила не сложные. А что здесь самое главное нужно сделать? Ну, главное вообще не разориться. Ты богатый здесь? Нет. Неа. А что нужно сделать, чтобы разбогатеть? Ну, желательно не попадаться на территорию других, чтобы не платить им деньги и самому купить места, где больше вероятность, ну, чтобы туда кто-нибудь попадет. Мы сейчас начали играть в мафию. Она сама по себе интересная. Смысл в ней интересен тем, что нужно догадаться или же понять, кто находит мафия. Также в игре участвуют мирные жители, врач и комиссар. Мне понравилась мафия играть, потому что более привычно и забавно. А ты вообще часто играешь? Не очень часто, но нравится очень. Ну, а как ты относишься к тому, что у вас в школе появилось так много игр? Я отношусь к этому положительно, потому что, ну, все равно учеба – это не только серьезность, занятия, это развлечение, интерес. Скажи, пожалуйста, а в компьютерные игры играешь или там в телефоне? Бывает, но не очень часто. А что интереснее? Настольные игры. Потому что все равно вот общение с друзьями – это интереснее для меня. Вот так, без гаджетов и с полной вовлеченностью в процесс, автору проекта Натальи Седуковой удалось заинтересовать школьников. Летом этого года на молодежном форуме «Ритм» молодой педагог убедила жюри грантового конкурса в необходимости покупки настольных игр для внеклассной работы. Дети между собой мало взаимодействуют и, в принципе, вместе после уроков время не проводят. Соответственно, это разобщенные классные коллективы, нет культуры поведения в общественных местах, поведения друг с другом, отношения к друг другу. И таким образом родилась идея создать проект «Ветер перемен». Соответственно, для начала мы думали, чтобы организовать их перемены и какой-то послешкольный досуг. Но настольные игры почему мы выбрали? Ну, наверное, это самая благодатная почва, где сплачиваются команды, где развиваются какие-то качества личностные, такие как логика, коммуникация, умение выходить из трудных ситуаций, решать какие-то задачи. Когда мы только начинали играть в эти игры, для них это было непривычно, и они пытались пассивировать. Ну, то есть они сидели, отмалчивались, не участвовали, не разбирались в правилах, потому что это на самом деле сложно, и нужно как-то логически думать, проигрывать. Но, тем не менее, так хорошо складывается, что вот пятый класс – это на самом деле самая благодатная почва, потому что в этом возрасте им еще интересно. Старшеклассники еще тяжелее шло, нежели у маленьких, ну, потому что их к этому никто не приучал. Они единичный случай, если они вдруг с какими-то играми вообще сталкивались, ну, там, кроме мафии и уны, наверное, они вообще, в принципе, не слышали о других. Но когда мы сказали, что будут закуплены также шахматы с шахматными часами, вот старшеклассники это встретили на ура. Главный плюс проекта «Ветер перемен» – его долгосрочность. Помимо школьных чемпионатов, ученики смогут играть на столке в любой свободный от уроков время. Редактор субтитров А.Семкин